Вот такую печь LG отдали за ненадобностью, она уже отслужила свой срок, она уже старая, это микроволновая печь, она уже поджавела здесь, так что ее можно спокойно разобрать. Разберем, доберемся до блока управления, вытащим всю электронику, да и посмотрим в чем дело, почему она перестала работать, посмотрим как она определит или нет. Если не определим, то поснимаем все радиоэлементы, а остальное выбросим на свалку, так как она уже отслужила свой срок. Вот такая большая печь. Так что ее не жалко уже разобрать, она уже своя служила. Откручиваем все винты, вот, вот здесь винтики и снимаем вот этот кожух верхний. Надо будет добраться до платы управления и поснимать всю электронику. Так, откручиваем. Так, сняли кожух, здесь не видим вот такие платки. Я правда не знаю, что это, я ни разу не имел дела со свачей печально, поэтому для меня это впервой. так, тут плата управления. Так, сейчас поверну его, посмотрю-ка, что еще есть разобрать. Вот так это все выглядит. Сбоку все это выглядит так. Так, сейчас поверну плату управления. Я потом ее вытащу, на запчасти разберу. Так, тут имеется большой транс, трансформатор с обмоткой. Медная обмотка. Так, здесь тоже что-то по-другому транс можно, не знаю. Микроволновые излучения. China, Китай. Так, LG. Так, здесь я смотрю вроде вентилятор. Вентилятор стоит. Здесь емкость, смотрю, большая. Так, здесь, здесь переключатели какие-то стоят. Так, ладно, нужно разбирать. Пишешь снимать, все равно запчасти. Может, когда что-то пригодится, какая-нибудь запчасть. Ну, трансформатор реально пригодится. Раз. Здесь по мелочи тоже пригодится все. Вентилятор я не знаю, тут корпус какой-то непонятный. Ну, не отдельный вентилятор, а здесь в корпусе как-то пластмасс. В пластмассе региона. Корпус какой-то. Ладно, буду разбирать сейчас. Так, отсюда сняли вот такую штуку. Я не знаю, что это такое. Что-то такое, наподобердиода что-ли. Не знаю, не разбирал ни разу эти печи. Так, здесь лампочка. Плату отсоединяем. Сейчас дальше будем отсоединять. Тут у нас микроперекчатель болтается. Чем-то. Она обломала штука. Так, ладно, дальше будем сейчас. Отсоединили кабель. Кабель пригодится. Так. Отсоединили кишки, так сказать. Тут все с микропереключателями. Микропереключатели может куда сгодятся. Ой, зараза, что-то прилипло. Лампочка с маслом еще прилипла к руке. Так, ладно. Кишки в сторону. Лучше оставить. Так, сейчас разберем это все. Так, сняли вот отсюда эту часть. Тут еще микропереключатель оказался. И здесь, в этом месте, стояла вот эта часть. Вентилятор. Вентилятор и емкость видно. Какая-то, наверное, сейчас посмотрим, что это такое. Остался трансформатор. Ну, вот эта вот штука какая-то. Не знаю, что за штука. Сейчас все разберемся. Ну, самое главное из всего этого, этот ранец. Мощный трансформатор. Так, ну ладно. Буду разбирать вот эту часть. Раскидаем на запчасти. Подсоединили вентилятор. Ну, этот вентилятор никуда не пригодится. Его так разобрать только на железо и все. Короче, тут ничего интересного. Здесь кондер тоже какой-то. Хрен поймешь. Что здесь? Один микрофарад. Ну, в общем, такой кондер. Так, остается теперь это снять. Сейчас блок этот снимем, посмотрим, что это такое. Так, открутил. Вот такая вот, если за чью, пушка. Не знаю, пригодится ли она или нет. Ну, такая штука. Так, вот такая вот электромагнитная пушка. Лучше внутри находится. С этой стороны тоже самое. Вот такая штука. СВЧ-пушка. Так, ладно, дальше что? Отставляем. Так, нейтральниц это снимать вместе с поддоном надо. Здесь откручивать и снимать вниз. Так, сейчас снимем вот это вот панель управления. Так, сняли панель управления. Так, вот такая панель управления. Так, вот такие детали. Трансик стоит. Трансформатор и кучка деталей. Ну, с этой стороны есть матрицы ЖКИ цифровые. В принципе, пригодятся на что-нибудь. Ну, а так, не знаю, тут элементы такие, что обычно простые. Ладно, кину её так на запчасти. Может пригодится. Как я понял, самая здесь нужная вещь, трансформатор вот этот большой. Большой еще. Все остальное так. Гребедель на запчасти даже не годится. Так что самое ценное здесь трансформатор. Перевернул вот ногами печку. Снял низный поддон. Поддон этот вместе с трансформатором. Сейчас трансформатор откручу. Так, и здесь вот еще мы обнаружили двигатель. Потом сниму двигатель. Ну, остальное, уже куски железа и все. Двигатель еще будет ценный. Этот будет и транс. Так, ладно. Винтов здесь понашурупил я. Дофига. Ладно. Сейчас снимем транс. Так, сняли трансформатор. Вот такой трансформатор. Вот что на нем написано. 230 вольт. 50 герц. Это сеть. А на сколько вольт, я не вижу. Пригодится он мне или нет, не знаю. Ну, трансформатор. Трансформатор мощный, конечно. Тяжеленький. Вот так выглядит сбоку. Здесь, наверное, сеть подключается. Так, вот здесь. Здесь вот так. Вот такой трансформатор китайский. Вот это все, что было снято с микроволновой печи LG. Вот это все элементы, что представляет интерес для меня. Для кого-то может другое что-то представляет. Вот так вот поближе подведу. Ну, в основном транс представляет для меня интерес. Ну, может еще двуятель этот. Платка эта. Да, еще забыл, сейчас принесу, положу плату управления. Так, вот еще и плату управления. Вот такая плата. Не знаю, для чего она может пригодиться. Так, ну, микропереключатели. Здесь может что-нибудь. Ну и все. Ну и кабель питания. Это что представляет для меня интерес. Ну и здесь контакты, может быть, посмотрю. И с чего, с какого материала контакты здесь. Наверное, серебряное, посеребренное. Посмотрю. Вот что можно снять с микроволновой печи LG. Все остальное я выбросил. Железный корпус отнес на мусорник. А это оставил себе на запчасти. Вот и все, что можно было снять с этой микроволновой печи. Огромная благодарность Шипову Константину за то, что он предоставил для разборки микроволновую печь. Она, конечно, вышла уже из строя, уже не работала. Но он мог бы все-таки выбросить. А так это все пошло в дело. Хоть посмотрим, из чего что состоит и что внутри этой микроволновой печи. Да и вообще, из чего состоит микроволновая печь или как называют СВЧ-печь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok